Шугар Рэй Леонард, Роберто Дюран, Марвин Хаглер, Томморс Хёрнс. Эти имена хорошо знакомы любителям бокса, которые звучали чаще всего в периоде 70-80-х годов. Но были лица и второго плана, и забывать их неправильно, они ведь тоже часть великой истории бокса. Айрон Баркли по прозвищу Лезвие родился 6 мая 1960 года в Бронксе, Нью-Йорк. С детства он был драчуном. Подумав некоторое время, его отправили в секцию бокса, чтобы тратил свою энергию там, где ты оценил по достоинству. У Айрона была неплохая любительская карьера. В 81-м году он проходит финал престижного турнира в Америке «Золотые перчатки», но терпит неудачу, проиграв по очкам Деннису Милтону. В следующем году в Дании Баркли становится бронзовым медалистом Кубка по боксу. Также в этом же году в Германии на чемпионате мира получает третье место в весе до 75 кг. Свой профессиональный дебют Баркли проводит в среднем весе 9 декабря 1982 года в Атлантик-Сити. Во втором раунде он нокаутирует Ларри Джордана. После этого боя Айрон получил свое прозвище Лезвие за свои резкие мощные спорты. Затем Айрон в своем пятом по счету бою неожиданно проигрывает по очкам ничем не примечательному Ошли Силосу. Однако потом Баркли побеждает трех крепких боксеров, после чего 6 января 1984 года выходит на более опытного Робби Симса, у которого тогда за плечами было 22 боя. В 18 из них он одержал победу, из которых 14 досрочно, а у Айрона это был лишь 9 бой в профи. Оба бойца не жалели друг друга и старались каждый удар бить изо всех сил. Жесткая рубка закончилась в шестом раунде, к видам менее искушенной выносливости Баркли выдохся и пытался схватиться за Симса. Но тот успел нанести мощные удары сбоку с обеих рук, после чего Айрон упал. Он встал до конца отчета, но уже ничего не соображал, и Рефели остановил бой. В будущем Робби Симс станет еще известен тем, что победит раздельным решением судей самого Роберто Дюрана. Баркли проводит два успешных боя, после чего спорно проигрывает в 8-ми раундовом бою, раздельным решением судей и проспекту Эдди Холлу. Зато в следующем поединке берет реванш у Силоса, нокаутировав его в шестом раунде. Люди, работавшие с Айроном, часто вспоминали, что после поражения от Холла он изменился в лучшую сторону. Стал намного чаще и усерднее тренироваться. Стал соблюдать спортивный режим. Не принимать и не пить ничего лишнего. И что стало естественно проявляться в его выступлении. 1 ноября 1985-го он нокаутировал в 8-м раунде экс-претендента на титул чемпиона мира Вилхорда Скайпино. Далее Баркли завоевал путь незначительный, но титул континентальной Америки по версии WBC в среднем весе, победив раздельным решением Майка Тинли. Затем Айрон одержал еще 5 побед и 23 октября 1987 года поехал в Италию, чтобы побороться за вакантный чемпионский пояс WBA в среднем весе. В бою против местного любимца Сумбу Калабея. Фаворитом боя являлся более опытный экс-чемпион Европы Коломбей. Причем одним из факторов победы являлось, что бой проводится на его территории. Бой выдался довольно равным. Лезвие старался как мог, но все же Коломбей выглядел получше. Двое из судей дали большое преимущество бывшему чемпиону Европы со счетом 147-140. Третий судья был более объективен и отдал победу с разницей 142-147. В таких случаях говорится первый блинкомом, но этот бой несомненно дал Баркли хороший опыт. Первые 15 раундов, которые он провел, как выяснилось, стали последними. После этого чемпионские бои перешли на формулу 12 раундов. По счастливой случайности, один из сильнейших боксеров, вне зависимости от веса, чемпион мира по РСи WBC, Томас Хернс не мог найти себе соперника. И тут его выбор пал на Айрона Баркли. Естественно, бой получил статус мисс матч. Хернс перед боем сказал, что он окутирует Баркли в первых двух раундах. Многие не сомневались в таком исходе. 6 июня 1988 года на арене Хилтон в Лас-Вегасе состоялся поединок между чемпионом мира Томасом Хернсом и претендентом Айроном Баркли. Первый раунд выиграл Томми заметным преимуществом, несмотря на то, что претендент пару раз успел хорошо попасть. В следующем раунде все немного изменилось. Баркли сумел потрясти чемпиона левым хуком, что слегка того обескуражило. Но тем не менее, Айрон не сумел развить успех. В третьем раунде Хернс тщательно обрабатывал корпус Баркли, но и тем самым сам немного подустал, находясь на близкой дистанции с соперником, допустил большую ошибку, слегка опустив руки. И Айрон тут же воспользовался этим и унес мощный удар справа в челюсть. Томми рухнул на пол. С трудом он сумел подняться, но исход боя уже был решен. После серии ударов уже экс-чемпион едва не вываливался за пределы ринга. Айрон Баркли шокировал тогда весь боксерский ринг. Бой получил статус апсет года по версии журнала The Ring. 24 февраля 1989 уже в первой защите он встречается с другим великим боксером, Роберто Дюраном. Баркли в этом бою пытался боксировать, что у него не очень хорошо получается. Тем не менее, он выиграл после первых четырех раундов, в которых более агрессивный панамец выглядел лучше. Баркли стал выигрывать раунд за раундом, а в восьмом очень сильно попал левым куком в челюсть. Но всегда отличавшийся своей крепкостью Роберто выдержал этот удар. В 11 раунде Дюран проводит серию мощных ударов с боку в челюсть, после которых Баркли во второй раз в своей карьере оказывается в нокдауне. Но быстро встает, и после очень равного 12 раунда звучит гонг, после чего оба боксера были уверены в своей победе. Очень долго не объявляли судейский вердикт, но когда наконец разобрались, ринг-анонсер Майкл Баффер объявил, что мнение судей разделилось. Первый судья дает в пользу чемпиона, а двое других отдают предпочтение претенденту. Поединок был назван боем года по версии журнала The Ring. Через полгода после боя с Дюраном он встречается с очень талантливым и не битым к тому времени левшой Майклом Наном, который защищал свой пояс IBF в среднем весе. Начал чемпион расслабленно, опустив руки и выбрасывая легкие удары. В середине раунда Баркли зажал соперника у канатов и нанес сильный удар слева, который потряс Нана. Потом, правда, он вернул Баркли в лжок, когда под конец раунда провел хорошую трехударную комбинацию. Но уже было видно, что уже осторожней. В остальном бой проходил в одном ключе. Нан стал пассивнее, сел на велосипед и изредка выгласил легкие джебы. Баркли не раз подзывал чемпиона подойти ближе, но тот был непреклонен. Вот так, под освистывание публики, закончился бой, который, как и предыдущий, имел много споров, кто же победил. Один судья дал ничью, а двое других близким решением отдали Нану. Публика молча встретила решение. Вот так вот оба раза после великой победы над Хернсом вышли обидные и очень близкие поражения. Тем не менее, следующий бой лезвие проводит сильным британским средневесом, Наделлом Беном. На кону стоял тогда еще малозначимый второстепенный пояс WBO. С первых же секунд Бен идет вперед с тяжелыми ударами, тем самым отправив Айрона в нокдаун, но быстро встает. Дальше пошел размен ударами. Тем самым известный своими мощными ударами британец дважды отправил соперника на пол. По правилам WBO в бою действовало правило трех нокдаунов, и после третьего нокдауна Рейфли остановил бой. Баркли в очередной раз доказал, что неудачи не сломили его. И после двух разминочных боев выходит на новый чемпионский бой. 10 января 92-го он выходит против молодого чемпиона по версии IBF в суперсреднем весе. Дарина Вон Хорна. Фаворитом боя был чемпион. Оба не скрывали, что испытывают друг друга. Устроил словесную перепалку перед самым началом боя на ринге. В первом раунде Баркли потряс оппонента своим коронным левым хуком, а уже в самом начале второго этим же ударом отправил его в нокдаун. Затем Баркли гонял Хорна по всему рингу. Еще два раза Тайфа Иона на стил ринга. И рефери решает остановить избиение, зафиксировав победу Баркли техническим нокаутом во втором раунде. Через два месяца в Лас-Вегасе, на арене Сизерс Палас, Баркли встречается со своим старым знакомым, Тони Хернсом, за титул WBA в полутяжелом весе. Снова, как и в первом бою, фаворитом был Хернс, рождущий взять реванш за обидное поражение. Однако с первого же раунда все идет не так, как он планировал. У Хернса не получалось держать агрессивного Айрона на дистанции. Тот прорывался в ближнюю и бомбил ударами. Хернс ничего не мог противопоставить, только как самому идти в размен. А Баркли в разменах ударами чувствовал себя как рыба в воде. В четвертом раунде Баркли удалось повторить подвиг, что и в первом бою. Он опять поймал Хернса, попав левым боковым точно в челюсть. Правда на этот раз для Томаса этот нокдаун не был тяжелым. Он спокойно встал и удержал натиск, который устроил ему Баркли, пытаясь его добить. После окончания боя по статистике ударов немного впереди был Хернс, однако в силовых ударах лидировал Айрон. Судьи чуть не обокрали лезвие в очередной раз, присудив победу раздельным решением судей. Причем, если бы не было нокдауна, то могла быть ничья, а то и победа Томми. Но тем не менее, Айрон заслуженно победил, и этой победой он добился сразу нескольких достижений в своей карьере. Во-первых, он стал трехкратным чемпионом мира в трех весах. Во-вторых, он стал первым и единственным человеком, который победил Томми Хернса по очкам. И единственным, кто побил его дважды. И в-третьих, он владел тремя разными поясами в разных весах. 13 февраля 93-го он возвращается в суперсредний вес, где все еще оставался чемпионом, защищая свой титул против мастера защиты, небезызвестного Джеймса Тони. Только первый раунд Баркли мог конкурировать с Тони, но затем стал все чаще промахиваться и пропускать много удара. Временами Айрон выглядел беспомощно. В перерыве между девятым и десятым раундом, по совету врача, бой был остановлен. После этого поединка Баркли уже перестал быть прежним. Последний чемпионский бой Баркли провел в Германии, проиграв местному кумиру Генри Маске. Угол не выпустил его на десятый раунд. Дальше Айрон чередовал победы с поражениями. В девяносто седьмом году Баркли нокаутировал в десятом раунде экс-чемпиона в тяжелом весе Джерри Кортезе, но через два года проиграл по очкам другому бывшему чемпиону в тяжелом весе Тревору Бербику. В девяносто девятом году после ряда поражений закончил карьеру с послужным списком. Сорок три победы, девятнадцать поражений и одна ничья. Двадцать семь нокаутом. После окончания карьеры Баркли стал членом зала славы в Нью-Джерси. Тяжело заработанные на ринге пять миллионов долларов, Айрон быстро потратил, после чего ему пришлось продавать свои чемпионские пояса, чтобы прокормить себя. Жил в маленьком отеле Южного Бронкса. Однако, несмотря на свою бедную жизнь, он не унывает и дает советы молодым боксерам, тренирующихся в залах Бронкса. Также известно, что в 2006 году он проводил несанкционированный бой. В Арубии победил техническим нокаутом во втором раунде. Через два года Баркли в возрасте 48 лет провел еще один несанкционированный бой против тяжеловеса Чонси Вильвера. В шестираундовом бою, сведя встречу в ничью. Это была история Лезвия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка внизу в описании. Множество контента, которое не будет на ютюбе, будет там. Также ставьте лайки, пишите в дирек, буду рад со всеми пообщаться. Также не забываем про поддержку и мотивацию, а лучшая мотивация – это финансовая мотивация. Ссылочки также в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok